Вот кран открываю, меня бьет током. Извините меня, как вы меня терпите? Ой, не говори. Мы едем по новой дороге, да? Можно пичку выключить? Сними шапку, жарко. Пришла тут. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет на Домодедовскую. Всем привет. Место встречи изменить нельзя. Я вот сейчас смотрю на себя, и такое ощущение, как будто голова грязная, засаленная. На самом деле я помыла сейчас волосы и побрызгала, не помню от какой фирмы, знаете, такой спрей термо какой-то. Он с маслом, для термической. В общем, защищает волосы от горячего. В итоге я уложила волосы. Такое ощущение, что я вообще не мыла голову. Какие-то они засаленные, жирные, с сосульками висят. Я бегу на работу. У меня сегодня одна девочка, а потом мы едем в Ашан за продуктами уже на Новый год скупаться. Что вы будете готовить на Новый год? Вот вопрос вам. Напишите, пожалуйста, не знаю, что готовить. У нас просто традиционное блюдо на все праздники и мероприятия. Это в духовке курица целая с картошкой. Вот я думаю, может быть, тоже не запариваться. Ну а вообще хочется мантов. Макс говорит, я налеплю. Но с другой стороны, мне его жалко. У него потом спина болит, когда он лепит. А лепить с нами манты он не хочет. Ему так не интересно. Он будет один сесть, сам тесто сделает, сам фарш. И сидит потихоньку лепит. Потому что я стараюсь, чтобы они были красивые. А у него они такие получаются, некрасистые. Анютка сейчас на работу едет. В 5 часов освобождается. И нужно будет еще ей ноготки сделать. Что мыло гол, что не мыло. С сосульками остались. С этим, пшикалкой с этой. Так, я сейчас быстренько загружаю инструменты, которые вчера приготовила. И жду девочку. Что-то я стала... Я раньше же приходила на час раньше, чтобы загрузить инструменты, приготовить место рабочее. А сейчас уже за полчаса. Скоро, наверное, за 10 минут буду прибегать. Я заметила, что у меня стало током бить. Я дотронусь до воды, меня током бьет. До ноутбука током бьет. До чего-нибудь вот даже не металлического, не пластмассового. Вот кран открываю, меня бьет током. Либо струя воды, я руку подношу, меня вода бьет током. Такое ощущение... А спрашиваю у коллегы, она говорит, нет, все нормально. Такое ощущение, что это явно электролизованное. Бедный мой цветочек. Как оно тут? Вроде нормально, да? Стоит. Надо протереть листочки пыльные все стали. Он тоже стоит, пылью дышит. Ногтевой. Прям пыль, реально. Надо протереть его. Ладно, потом. 15 минут осталось. Открываю окно. Включаю фонарики. О, красота. Можно работать. Я закончила. Короче, девчули, быстренько вам снимаю. Вот этот вот гель-лак. Это тот, что черный, который... Света отражайка. Вот. Dark Flash от Patricia Nail. Здесь он совсем маленький. Тут 5 миллилитров. Но он суперский. Есть еще вот такие. Вот они. Тоже от Patricia Nail. Тоже светоотражайки. Но они бледненькие. То есть они как база типа молочная, но с блестками. Выкрашивать либо толстым слоем, либо в два слоя. Будут объемные ноготки. Лучше выкрашивать на тонкий основной цвет. Будет классно. Но черный это просто бомба. Сидели мы сейчас 3 часа. Реально 3 часа. Потому что у меня такая сегодня клиентка. Она очень любит, знаете, все необычное. И, во-первых, цвет выбирали. Потом дизайн выбирали. И, в общем, у нас получилась вот такая вот солянка. Красивая, голубая, блестящая солянка. Короче, еще один постоянный клиент. Она говорит, что была здесь в соседних салонах, где делали ей ногти. Отдавала по 1400, по 1800 рублей. В итоге две недели это все носилось. Не доживала до дня рождения, говорит. Они мне так подвели. Говорит, что два дня до дня рождения ногти не дожили. Две недели все слезло. Сейчас она ко мне пришла. У нее гейлак был только на двух ногтях. Остальное все слезло. Я говорю, сколько ходите? Она говорит, две недели. Вот. Сделала укрепление. Я говорю, так, давайте, говорю. Через месяц я вас жду. Она говорит, прям через месяц, я говорю. Ну, конечно, желательно через три недели записывайте. Ссылочку кинула. Но, говорю, в основном все девчонки приходят через месяц. Так что она миндали хотела. Я говорю, мы укрепили. Через месяц придете. Уже можно будет выходить на миндаль. Все, я побежала. Меня там Макс с Настюхой ждут. Ждут уже минут, наверное, пятнадцать. Они мне звонят. А я тут разглагольствую. Все, бегу. Мне вот нельзя торопиться. Я забыла телефон. Балда. Вот вам я рассказывала про бабку с пакетами, которая сидит. И у нее пакет в пакете. И она сидит и шуршит. Шуршит и шуршит. Я эта бабка. Побежала за телефоном. Думала, я его забыла. Пришла в туфлях. Походила, потопталась. А у меня в рюкзаке лежит. Вот я эта бабка. Как моя бабуля говорила раньше. Чего ты ходишь туда-сюда и ищешь вчерашний день? Вот я вчерашний день хожу и ищу. Все, теряю его. Извините меня. Как вы меня терпите? Как вы меня вообще... Ой, не говори. Будем так. На, Крисунь. Я тебе взяла печеньку. Давай, поехали кушать охороны. Сейчас, подожди, я вас сделаю. Я освобожусь от рюкзака. Ты не видела, я тебе махала? Нет. Откуда было? Ладно. С окна? Да. Все, мы поехали. Вашан. Вашан мы поехали. Все, она сметет. Ругается на меня, что я сажусь и все здесь отключается. Все сметает. Отключается все. А потом регистратор не записывай. Мы едем по новой дороге, да? Да. А можно печку выключить? О, она будет сейчас. О, пришла тут. Командир. Кис, тебя папа расчесывал? Да. Взними шапку, жарко. Печку ей заплет, что? А, ну-ка покажи. О, какая красавица. Парковка закрыта, где мы обычно оставляем машины. Нам пришлось спуститься на минус первый этаж, а тут мотошкола. Там еще машины гоночные какие-то. Картинг. Картинг, да. А тут все забито машинами. Зато здесь на входе сразу студия маникюра Лены Лениной. Все сидят в масочках. И мастера, и клиенты. Можно сверху посмотреть на них, как они работают. Мы идем и думаем, где нам сегодня постоять в очереди за едой. Как круто. Время 2 часа, мы голодные. Анютку вытянули на обед. Еле заказ могли оплатить. Теперь ждать, наверное, полчаса. У тебя сколько обед? Полчаса. Полчаса? Обед, это не главное. А, хорошо. Быть главной. Бери, бери, бери. А теперь что, чай? Да. Все, приятного аппетита всем. Пока у нас папуся пошел в машину, что-то там относить. Вот мы здесь в разделе ледянок. Ищем такую вот каком-нибудь ледянку. Может, вот эту возьмем? Сейчас я посмотрю. О, а это вообще какая-то супер-пуперская, но она самая дорогая. Мягкая она, в общем. Настя выбрала вот такую. Адельке пеленки надо взять. Он мне подарил духи. Я тут ругаюсь, куда он делся и куда он застрял. Он мне духи мои любимые подарил. Спасибо. А что такой маленький? Ну, больших не было уже. Понятно. Спасибо. Какой новогодний стол без напитков. Все закупились кукурузой, горошком. Здесь только народу. Мне кажется, легче заказать это все с доставкой. Капусточку для винегрета, квашеную. Взяли шампанское. Вот это я не знаю, что папа взял. Картошка, свекла, морковка. Все, 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 все. Что там увидела? Разглядываем твою корзину. Что-то в этом году не видно ананасов. Обычно они прям такие нарядные, красивые стоят. А сейчас что-то не видно ананасов, да? Да, не видно. Возьми. Стоим, смотрим на гуся. Брать или не брать. А вот утенок есть. Быть или не быть. Молоденький. А написано жаркое из индейки. Есть. Короче, вот такие гуси тут есть. По 500 рублей. Мы думаем, брать или нет. Это сколько его готовить надо вообще. И, кстати, он до 28 декабря только. А, ну-то да. Он до 28 декабря. Это точно не на Новый год. Вот отрисуй ноль, а. И это что, индейка? Это утка. Утка. Я не знаю, не люблю я ее. Он молодой, малей, поменьше. Они жирные. Я не люблю. И курицу. Они вот, наверное, вот это имели в виду руль. Видишь, индейки? Анютка на час задерживается. Макс едет в Москву. А мы с Настей не хотим. С папой мы хотим 16.20. Полчаса идет. Если можно зайти туда. Полчаса назад. А до сколько он идет? В общем, мы с Настюхой хотим кино посмотреть. Мы не хотим с папой в машине кататься. Что, подожди, 640 рублей. Ты чего, кот? Билет стоит 640 рублей. Папа никогда на цену не смотрит. Нет, я только вот и не искал. Вот последний богатырь есть. Как раз сейчас он нашлется. Давай нам, богатыря. В общем, по времени нам не попадает ни один сеанс. Зверопой уже полчаса идет. А богатырь, мест нету в зале. Едем с нашим богатырем. Ты заберешь нас, богатырь? Нет. Мы поехали с папой. Приехали в машину. В кино нам не попали. А я сейчас открываю свои любимые духи. Сейчас, подожди, я понюхаю его, а то я не успокоюсь. Они просто, знаешь, несколько одинаковых. Серебряная, золотая, еще какая-то. Я знаю, что тут все золотой каемкой. Чуть-чуть они отличаются. Ох, оно. Оно? Оно. Да. Я не знаю его. Твой запах. Да, я просто других духов таких не знаю. От них не болит голова. Они такие невесомые. Ну вот прям. Мой запах, да? Ты знаешь, мой запах. Спасибо большое. Это новогодний подарок, да? На улице уже темно, идет снежок. Чего ты думал? Я говорю, я думал, вот сам можно взять ватрушку, вот эту ледушницу, ледянку, и пойти на путь, кататься. Наверное, еще там не очень заняты. Нет, там катаются. А, уже катаются? Там с горки, да, где дети. Мы сейчас, наверное, немножко постоим, да? Потолкаемся. Потолкаемся. Нам нужно доехать до Домодедовской, потому что у нас тут кто-то решил изменить МТС и перейти на Билайн. Не Билайн, а Мегафон. А, Мегафон. На сайте он заказал сим-карту. Ну вот знаете, бывает такое, да, что номер остается за вами, а оператор меняется. Вот. И он выбрал курьерскую доставку. И курьер должен был приехать домой. Но дома нас нет. Ну да, я поэтому... Да, и они договорились в станции метро ближайшей встретиться. Это Домодедовская. Мы сейчас едем туда. Если гора не идет к Магомеду, да? Или если Магомед... Короче, мы... Если гора не идет к Магомеду, гора не идет к Магомеду. Нет, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет на Домодедовскую. Хорошо сказал. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет на Домодедовскую. В нашем случае так. Настя там уже ужинает, наггетсы свои доедает. Короче, мы пока доедем до дома. Мы уже и пообедали, и поужинаем. Сейчас буду туда генералить, потому что потом уже, наверное, времени не будет. Надо сегодня убраться. Продолжение следует...